Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите Моджисплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим старенькую, но всё-таки прикольную и в каком-то плане культовую игру под названием Турмойл. Для неё вышло некое большое обновление, и я благодаря этой обновлению вообще вспомнил про существование этой игры. Потому что игра вышла уже в далёком для нас 2015 году, или в 16-м. Короче, ей около 5 или более лет. Но игра прикольная, я в своё время в неё играл, и мне кажется, эта игра отлично зашла бы на мобилках. Кстати, напишите, есть ли она на мобильных устройствах, ну там на андроидах и iOS, потому что я лично не гуглил. Было бы очень классно в эту игру именно на телефонах поиграть. Итак, что же это за игра? Эта игра нам рассказывает про нефтяную лихорадку, давайте так скажем, да, была, потому что золотая лихорадка, это нефтяная лихорадка, где надо добывать нефть и продавать её разным компаниям. Собственно, про это и игра. Играется она довольно простенько, аркадно, но очень залипательная игра. Кстати, да, вот тут DLC-шка, захитый зон. Давайте мы оригинальную турмоилу посмотрим. Так, выберите персонажа. Я буду Рикардо. Бой нас здесь. Я долгие годы плавал по миру в качестве капитана корабля, но даже не умею плавать. Я больше не хочу бояться утонуть, если только речь идёт не о том, чтобы утонуть в деньгах. Вот так. Здравствуйте, будущий нефтяной барон. Добро пожаловать в мой будущий прекрасный город. Здесь активно развивается нефтяная промышленность. Пора за работу. Нажмите на полоску, и я научу вас добывать нефть. Запрыгивайте, я отвезу вас на место добычи нефти. Готовы ехать? Да. Да я знаю, как в это играть. Господи, играл пять лет назад. Добро пожаловать в наше первое нефтедобывающее предприятие. Просто следуйте моим инструкциям, и поток нефти не заставить себя долго ждать. Нам надо сначала найти чувака. Лазоходец, да. Блин, кстати, когда-то это была реально целая профессия у людей, типа лазоходцы. То есть они ходили, реально искали, где же там нефть может быть. У меня на самом деле дедушка, мой покойный, нефтяником был. Если бы сейчас он был, наверное, живым, я бы мне много всякого интересного порассказывал про нефти, про добычу нефти. Да, во, о, здесь можно ставить бурильную установку. Бам! И нам надо тянуть такую штуку вниз, то есть трубу, грубо говоря. Мы тянем, бурим ее туда, ищем нефть. И видите, у нас тут такие есть месторождения нефти. Если мы правильно добурились, то мы можем добывать нефть. Так, а куда девать нефть? Нам нужна повозка. Вот правильно, то есть она будет сюда ездить, будет выкачивать нефть и продавать, например, на лэфт инк. У нас тут есть лэфт инк и райт инк, то есть левая и правая, грубо говоря. Причем тут будут всякие трубы улучшения, новые бурильные установки и прочее-прочее. Так, это ведь не закончится, когда вы увеличите сумму денег до 1350. Окей. Причем прикол в том, что, типа, тут цены будут обрушиваться или, наоборот, у какой-то компании повышаться, и можно будет таким образом больше денежек наварить. Так, хорошая работа. Пришло время для настоящих дел. Справляйтесь в мэрию, чтобы встретиться с конкурентами. Я порабесню сейчас так земли. Так, для начала давайте познакомимся. Привет, партнер. Этот чувак, посел Скотт, уже достаточно долго знает, что ночью в перериях холодно и одиноко. Надеюсь, зарабатывать деньги на нефть это так же просто, как бросать лоса. При этом познакомиться я получила хороший доход от недвижимости, но пришло время для нового бизнес-плана. Я отправляюсь под землю. Я не люблю мешки, так что давайте работать. Здравствуйте, считайте, что быть юристом это интересно? Ну да, на самом деле это довольно скучно. Я не смогла бы больше выносить эту работу. У меня серьёзный случай нефтяной лихорадки. А единственное, я не кажется, от неё, это найти нефть. Так, ну короче, нам говорят, выбери участок и купи её, да? Открыто для отставок. Тут вот есть разные участки земли. Так, добрый день. Через открытие моего нового банка я завёл счёт для каждого из вас. Вы также можете посетить меня для просмотра финансового отчёта и последующее предприятие. Окей. Короче, можно себе денежек намутить. Так, вот у нас есть конкуренты. Обязательно заходите, если вдруг понадобятся деньги или финансовый отчёт. Всё, гон. Давайте добудем нефть. Да, погнали. Так, мы 2000 платим как взнос. Так, вы знаете, как бурить? Наймите лозоходство для поиска нефти и поставьте буровую. Да, да, да. Всё, поехал, мужик. Работаем. Ищем нефть. Где ж наша нефть? О, лефтинку уже цена повысилась, видели? Было 79 вроде как центов за одну штуку. Так, нефть. Ну и тянем куда-нибудь вниз там. Плюс-минус, да? Потом, если что, мы можем ещё в другое место потянуть нашу, так сказать, бурильную установку. Так, лошадки. Зарабатывайте деньги, продавая мне нефть. Нажмите на кнопку, чтобы отправить свою повозку в мою компанию. Цена на нефть всегда сильно колеблется. Внимательно следите за ней. Да. То есть, да, можно типа на левую, на правую. О, видите, цена падает. То есть, можно временно убрать. Типа, чтобы мы насобирали сначала нефть. И когда цена повысится, можно будет взбагривать. То есть, видите, она падает. Так, ну, в принципе, есть ещё у нас немножечко. Давайте ещё лозоход с ценами. Сейчас продадим, как только цена повысится. Смысл сейчас продавать? Смотрите, как цена обрушилась. Просто упала сумасшедшими темпами. Ну, так и будет повышаться сегодня цена или как? Опа, можно делать нефть. Уровни основаны на времени. Этот уровень заканчивается 31 марта. А, окей. Без проблем. А цена будет сегодня повышаться или как? Ничего такого, сейчас нефть будет через верх течь. Так нельзя делать. Деньги на ветер, тупо. Неразумно продавать нефть по цене, которая сейчас предлагает лифт инк. Выходите сначала, повесите её на хранение. Во, 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 наконец-то. Вот это я понимаю нормально. Прокрутите вниз по кнопке значения, что меньше... Да, 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 да. Тут ещё, я и так понимаю, что смысл это делать. Так, если вам не хватает денег, а у нас всегда будут моменты, когда их не хватает, вы можете взять кредит. Нет? Иди нахер. Сейчас цена вырастет, и мы тогда будем начнём продавать наше, так сказать, чёрное золото. Давай-давай-давай, сейчас нефть через край потечёт. Алё. Ух, хорошо. Эх, нефтяной бизнес. Как говорится, нефть must flow. Как будто на пустынном аракисе мы сейчас находимся. Так, хорошо. Сидишь, добываешь нефть. Жалко только одна полоска, может быть ещё одну купить? Что-то как-то нефти многовато становится, мне кажется. Слишком хорошее предприятие у нас. Во, молодец. Давай-давай-давай, перегрузы не допускай. О, пошло повышение. Так, правило, ещё полоску покупать. 45, 46. Во, как до 60 хотя бы поднимется, тогда можно будет и продавать. Правда, у нас быстро хранилище заполнится, но тем не менее. Так, у нас, кстати, февраль уже идёт. Скоро надо продавать. А нам надо больше 2000 намутить, чтобы выйти в плюс. Больше 60 будем продавать. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. 15 февраля. Ждём. Ждём. Ещё ждём. Главное не обосраться. Хотя, слушайте, у нас если до 31 марта время есть, у нас ещё целый месяц. Да. Ждём. Ждём. Сюда. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Для как поперла вверх. Ё-моё. Всё, у меня резервуары полные. Надо продавать. Понеслась. О, да. Херкам замани. Пошло дело. 86, 86. Ох, ё-моё, как поперли денюжки. Вот что значит вовремя продавать. Последний месяц. Ну что, мужики, качаем до последнего. Качаем нефть как не в себя. Уже по доллару стоит. Продаем быстрее. Надо ещё, наверное, лошадь купить. Так. Закрыть. Закрыть буровую. Нет, ещё какое закрыть. А, мы не можем дополнительное делать? Вот, блин. То есть мы же можем вниз, по идее, буриться. Ещё. Давай быстрее. Ещё повозка. Похер. Срочно надо продавать. Пока цена хорошая. Последний месяц. Горим, горим по плану, мужики. Продаем быстрее. На хрена ты в резервуар это пихаешь? Продавай. Идиот он. Быстрее продавайте. Последние дни остались. Быстрее. Идиоты, быстрее работаем. А, стоп. Три, три, три. Сюда, сюда, сюда. Блин, я забыл. Я протупил. Ну, в плюс уже вышли. Уже хорошо. Конечно, тут столько нефти пропадает. А можно с собой резервуар забрать? Последние три дня. О, а вот там, кстати, открывается местность. Да, типа, где она была нефть. То есть здесь можно посмотреть. Тут какие-то ещё алмазики, по идее, я помню, будут. Можно будет их добывать тоже и так далее. То есть, видите, вот. Карта местности. Вот видите, сколько тут нефти было? Прямо моё почтение. Ну, 2886, да, мы намутили. То есть, прибыль 800, ну, нормально. Для первого дня вполне себе пойдёт. О, так я больше всех денег намутила? Ха-ха, лошары. Здорово. Меня зовут Фред Метал. Хотите повысить эффективность добычи нефти? Приходите на мою фабрику, чтобы улучшить своё оборудование. Кстати, да. Добро пожаловать на фабрику снаряжения. Ага. Можем увеличить ширину, кстати. Размер и таймер. Давайте ширину сделаем. Типа, если мы прокачаем ширину... Да, то есть, больше труба будет. Тогда она будет быстрее добываться. Да? Класс. Это круто. Размер резервуаров, таймер можно прокачать. Ответвление сделать, тоже круто. Тут прокачек, на самом деле, реально много. Так, земельный аукцион. Так. Уже добыто, уже добыто, уже добыто. Ну чё, поехали сюда. Ага. Ну так я сюда тогда ставлю, какие проблемы? Нафига мне торговаться за какой-то кусок земли, если тут и так дофига всего пустого? Так, лято, все улучшения купили. Вот крысы. Давайте добудем нефть. Да, давайте. Я не против. Нефть, это хорошо. Так, с 1 января по 30 июня. Хорошо, по 30 июня. Запомнили. Ищите другое место для продажи нефти? Приходите ко мне, у меня всегда подходящая цена. О, вот и Ирайт Инк появились. Так, я готов. Куда? Давай, 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 ищи быстрее, быстрее. Время горит, мужик. Я понимаю, что у тебя подчасовая зарплата, но... Мне скоро будет тебе нечем платить эту самую зарплату. Ну? Ты чё, дурачок, что ли? Давай ещё одного. О, наконец-то. Магнату на заметку. Вы также можете остановить добычу и прикрыть в вентилях. Можно найти в нижней части буровой между трубами. Нажмите на клапан, чтобы закрыть его. Открывается точно так же. Блин, а я только деньги трачу. Нафига ты мне это показал? Я только деньги трачу. Так, вниз давай, поехали. Так, опа. А вот и нефть. Надо было немножко ниже пробуриться. Ну ладно, пойдёт. Так, давай сразу лошадку сюда. Так, Райт Инк, хорошие цены, продаём. Сразу продаём, не думаем. Будут цены падать, тогда будем задвигать это на дальний план. Будем строить тогда резервуар. Так, 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 так. Ну, пока что нефти немного, можно и одну лошадку себе позволить. Хотя, давай две, две, две. Всё, давай всё сюда. 90 центов, охереть, продаём. Так, 500 долларов. Давай, наверное, пока что так посидим. А, можно взять долг. Не-не-не, я в долг не беру. Я могу дать в долг денег, но брать не. Так, нам надо больше, чем 2000 долларов выйти в плюс. Капец, там хорошо пошло по деньгам. Ё-моё, вот и плюс деньги. Классно. Закрыть буровую. Что-то нафиг надо её закрывать. Так. Нефть теперь, кстати, да, реально быстрее вроде как набирается. Или мне кажется. Так, доллар 14. Всё, парни, продаём пока цена фиксированная. Опа, падает. А то сейчас будет повышаться. А сейчас как проститутка буду бегать. Только одному, только второму. Ну, в принципе, почему бы так и нет. Так бизнеса работает. Всё, цена пошла вниз. Но пока она ещё на долларе держится, можно продавать. Сейчас лэфт инк вверх попрёт. Вот тогда можно будет им тоже продавать. Хотя не падает. 63 было. Не, ну всё ещё нормально у райт инков. Меньше 70, если будет падать, тогда уже будем прекращать продажи. Давайте, наверное, резервуар уже поставим. Пока продаём, но скоро уже всё. Так, до какого? До 30 июня. Февраль, март. А, так, слушай, у нас времени дофига. Давай ещё одну буровую поставим. Тут скоро нефти не будет. Мне надо будет её закрывать. Так, всё, убираемся. Она упала. Давайте теперь в резервуары. Мужики, мужики, мужики. Нефть, нефть, нефть. О, хорошо, молодец. Чуть нефть в ноль не ушла. Ну чё, райт инк, были вы хорошие партнёры. Но до поры до времени. Теперь время нам прощаться. Опа, понял тебя. Говоришь, тут нефть есть. Ну-ка, давай проверим. Слушай, чё-то как-то ты ошибся немного, мужик. Чё-то тут нет нефти. А, нефть всё-таки есть. Давай ещё ниже. Во, хорошо. Блин, денег, конечно, просрали. Но это того стоит. О, поехали туда. Цена на лэфт инк повышается. Интересно, будет ли когда-то тут миддл инк или ещё что-то. Я просто игру до конца не проходил. Мне аж интересно. Так, ещё лошадка. Всех на продажу. Цена на лэфт инк повысилась. На продажу нефти. Там сейчас будет всё круто. Так, март, апрель, май. Май, июнь. Да у нас ещё времени дофига. Слушай, мы тут тысяч пять, наверное, сейчас можем намутить при таких обстоятельствах. Ну, давай немножко сюда прокопаемся. А, там ещё нет. Ну, ладно, пойдёт. В принципе, пойдёт. Сейчас осушим её, да, подчистую, так сказать. Так, смотрите, выше доллара пошло уже. Круто. Блин, ребята, нефть горит. Нефть горит. Нефть. Нефть. Мужики, нефть, нефть, нефть. Быстрее, 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 быстрее. О, спасли, молодцы. Господи, как же всё плохо. Тут сейчас нефть потечёт. Быстренько. Вы что делаете? Быстрее. Продаём. Надо ещё лошадку брать. Срочно ещё лошадку. Мы не успеваем выкачивать нефть. Мы уже в плюсе. Это хорошо. И, в принципе, мне кажется, мне этих месторождений не хватит. Так, закрываем буровую. Всё, она вам больше не нужна. Продать бы её вообще было бы классно. Мне кажется, мы вот эти вот месторождения нефти выкачаем, и нам этого хватит. Как раз таки в пять тысячи выйдем где-то. Так, апрель, так, май, июнь. Ещё два месяца. Ну да, за два месяца, думаю, вот эти два месторождения хорошо подкачаем. Ну-ка, давай ещё сюда, немножко ниже. Пробуримся. А тут, смотрите, какое большое, богатое месторождение. Вообще классно. Сейчас тупо вот отсюда будем всё добывать. Пошла моча. Ой, Лэфт Инга начинает понижать цены, да? Да, у Райт Инга тоже. Блин, хреново. У Райт Инга вообще обвал цен пошёл. Охренеть, чё случилось, мужики? Хорошо ж было. Вы ж на повышение шли. Я за вами наблюдал. Так, всё, уходим, уходим. Цена повысится. Хотя, блин, насрать, продаём. Потому что у нас остаются излишки нефти. У нас всё равно нефти дофига. Можем позволить. Продаём, насрать. Всё, насрать. Нам надо до 5к дойти. Дойдём до 5000, будет вообще отлично. Буду нефтяным магнатом. Так, тут всё плохо, давай сюда теперь продавать. Я же говорю, как проститутка. Туда-сюда бегаю. Блин, как же цены падают, а май. Уже заканчивается, ещё июнь остался у нас. Сейчас вот эти вот двое выкачивают нефть. Продают, точнее, и всё, уходим. Опа, всё, убираем. Так, ну смотрим. До конца месяца у нас ещё июня есть время. Мы как раз-таки в 5000 вышли. Ну, 4950, то есть плюс 3000. Сейчас посмотрим по ценам. В середине июня будем начинать продавать. Только кому? Вот это хороший вопрос. Пока что купим нефть. Блин, хотя у нас резервуар почти полный. Как же много нефти. О, райтлинг, всё, поехали. У них цена повышается. Продаем, потому что лучше продать хотя бы по низким ценам, чем остаться с нефтью, которую абсолютно никуда мы не сможем деть. Эх, эта игра, ребят, научит вас бизнесу немножко. Ну, не сильно, но, блин, прикольно же всё-таки. Всё, сейчас весь резервуар будем продавать. Так, слушайте, у нас тут местное рождение, нефтекачалки ещё хорошо работают. Давай ещё одну. Лошадка. Поехали. То есть у нас ещё левая нефтекачалка работает, центральная вообще тут просто бездонная жила. Так и резервуар ещё, блин, половина. Продаем быстрее! Быстрее! Чё ж так медленно работаем, ребята? Давай, 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 последние 10 дней. Резервуары опустошайте, дурачки. Капец, плюс 4К вышли уже, офигеть. Я думал, 5000 выйдем. Опа. А где у нас ещё была нефть? Было, интересно, тут снизу ещё? Да, была. Но очень далеко, очень далеко, да. Ну, 6,990. Так, мы, получается, вышли в 4690. Нормально, нормально. Хорошо вышли. Итак, кто самый богатый? Ха-ха-ха, конечно я! Приятно познакомиться, я Эдвард Местный, изобретатель. Мне нравится экспериментировать со способами поиска нефти. Обязательно посмотрите мои изобретения. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, глубина, скорость, крот! Сканировали, но это, видимо, всю карту открывается. Скорость бега, наверное, на чуваков этих, да? Глубина. Что значит глубина? Тихо, пока не куплю, не поймём. Давай скорость купим. Медленная работа лозоходцев, это позволит вам находить им не быстрее. О, нормально. А это? Я улучшил лозу биолокации, поэтому лозоходцы могут искать глубже. Давай, наверное, скорость пока им прокачаем. Тут что-то не рили медленное. О, я ждал, что могу сделать? Земельный аукцион можешь ты сделать. Так, стартуем. Так, о, перебивают. Смотри, тут земля какая-то пошла крутая. Ну, давай сюда, наверное. Ну, нормально, рассосались. Добыто. Кстати, что это такое рейтинги? Типа, сколько добыли или сколько денег туда было потрачено? Кстати, что я могу улучшить? Размер, таймер, ответвление. Это взаим денег. Тут улучшение для тележек, наверное. А, это лошади, да. Конюшня скоро откроется. Так, размер, ширина. Размер, размер, размер. Таймер, что значит таймер? А, теперь дольше выдерживают. Ну, думаю, мне это пока не надо. Да ладно, рванули. Да будем ещё одну, так сказать. Жилу. И будем заканчивать. Так, теперь ваши лозоходцы будут быстрее. Спасибо. Раз и два сразу. Думаю, пройдём ещё одну картейку мы с вами. И будем потихоньку закругляться. Видео, конечно, не хочу идёт слишком длинным, но и коротким тоже. Вполне себе классная игра, согласитесь, да? Напишите в комментариях, знали вы про эту игру? Играли ли? Потому что она отличная. Поехали. Опа. Смотри, реально быстро стали работать. Молодцы. Так, ты меня надурил, тут ничего нет. И лошадку давай сразу одну. О, дел пошло. Так, семьдесят девять. Опа, там сэны попёрли вверх. Давай. Продаём на правую. И сюда тоже давай ещё. Ещё лошадка. Поехали. Больше лошадей, больше прибыли. Там, наверное, будут потом конюшки, улучшения для лошадей. Типа, чтобы они быстрее передвигались. Или, возможно, на объём тележек. Не знаю. Посмотрим. Пока что нефть нормально идёт. Так, давай ещё сюда чуть-чуть пробуримся. Вот, другое дело. Слушайте, довольно-таки жирные месторождения нам попались. Классно. Ещё сюда давай. Да, нормально. Тут прям очень жирное. Так, о, доллар. Ни хера себе. Слушай, давай ещё поводку. Продаём пока цена высокая. Сегодня правая компания. Действительно правая. Сколько же она нам денег позволит зарабатывать? Опа. А, там уже ничего нет. Ну ладно, пусть будет. Пофиг. Я просто думал, там ещё глубже месторождение. Ну ладно. Так, давай ещё лозоходца. Ищи ещё. Нам мало. Я хочу больше. Больше нефти. Так. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. А, блин, а когда у нас алмазы откроются? То есть тут же можно будет даже алмазы всякие добывать. Ну, вроде как, если я правильно помню. Так, цена 1.14. Фиксировано. Выше точно не пойдёт. Да, всё, вниз попёрло. Сейчас надо будет, наверное, тогда уже хранилище делать. Резервуар. Сейчас, меньше 70 пойдёт. Тогда можно будет уже в резервуар запихивать. Так. Три лошадки у нас есть. Три буровые тоже. Нормально. Пока продаём. Пока деньги мутятся, нам нормально. Сейчас как раз-таки цена упадёт. У правой компании. У левой, думаю, вверх попёрло. О, уже попёрло вверх. Хорошо. И будем потихонечку в резервуар мы пока что скидывать нефть. Сейчас пока продаём, цена нормальная. Можно продать. Сейчас упадёт ниже 80, будем прекращать поставки. Так. Ну вот, мы уже отбились, так сказать, за аренду участка. Всё. Ты продаёшь? И остальное в резервуар. Отлично. Так. Раз, два, три нефтекачалки. Нормально. Тут хорошее месторождение. Тут так себе уже почти выдохлось. Но тут пока неизвестно. Надо посмотреть немножко левее. А ну давай глянем. А, тут уже всё, да? Ну ё-моё. Давай тогда вниз куда-нибудь. Может там что-то ещё есть? Или нет? Чё, серьёзно нет? Слушайте, вообще нет нефти. А, ладно, давай этого дурачка сюда. Продаём. Хреново, хреново. Я-то думал, там ещё что-то будет. Надо где-то ещё нефть поискать. Так. Давай ещё лошадку. Четвёртая. Пошла. Родная. Пока что у нас два месторождения нефти маловато. То есть одно уже сейчас выдохнется быстро. Скажи, скажи, где нефть? Где она? Где эта чёртова нефть? Расскажи мне. Давай. Давай. Ну ищи её. Ищи, ищи, ищи. Вынюхивай. Эти мы штучки знаем уже. Ещё где нет? Слушай, что-то ты долго работаешь. Апгрейды вообще, видимо, на пользу не пошли, да? Так, правая компания опять набирает мощи. Продаём теперь правую. Так, ну плюс мы уже вышли. Так, до 30 июня. Ага, хорошо. До 30 июня. Слушай, чувак, что, реально нефти нет нигде? Ты чё, прикалываешься? Нет, ты серьёзно? Нет нигде нефти? Видимо, надо ему апгрейд на более глубокое сканирование. Ну чё это такое? Вообще нет нефти нигде. Два месторождения уже всё, выработаны. Давай кое-нибудь сюда. Сами будем буриться, сами будем искать. Слепую, так сказать, работаем. Так, ясно, нет тут ничего. Пипец, реально нет нефти? Только одно месторождение работает? Жесть. А, ну да. Капец, ты серьёзно? Он ничего не нашёл? Слушай, я прям в шоке. Я как будто мимо так вот специально копаюсь. Где нефть? Охренеть. Может сюда? Сейчас деньги тупо все в минус выкину. Из-за того, что... Опа, 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 опа. Нефть. Нефть, нефть. Сейчас, конечно, это так будет долго, но... Опа, попёрло дело. Хорошо. Хе-хей. Нашли всё-таки нефть. Это было сложно. Это было долго, но мы нашли. Так, цена хорошая, продаём. Капец, как же деньги пошли? Уже плюс четыре тысячи. Так, май, июнь. Ещё месяц, мужики. Продаём, срочно. Темпе продаём. Ещё лошади давай сюда. Продаём. Тут дофигащи с нефти будет. Всё продаём. Конечно, да, долго оно будет сюда качаться, но... Хоть что-то. Тут ещё мы нефть не выкачали, всё. Так, ну это уже всё. Нефтьокачалка сдохла. В ней смысла нет. Так. Давай, 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 давай. Работаем, работаем, ребята. В деньги выходим просто как сумасшедшие. Тут ещё, блин, это месторождение до сих пор не выкачали. Не, ну нефть хотя бы тут уже попёрла, уже хорошо. Нам бы, конечно, реально пропускную способность какую-то прокачать. Ещё что-нибудь не знаю, но, блин. Так, всё, эта нефтекачалка сдохла. Быстрее! О, стоп, стоп, стоп. Сюда, быстро все сюда. Там дороже. Продаём излишки. Там дороже. Блин, какое же тут здоровенное месторождение. Мы его сейчас не выкачаем. Ё-моё, обидно. Обидно. Тут столько нефти. Прям пипец. Сколько же денег пропадает. Аж еврейское сердечко, так сказать, застучало. Где была нефть здесь в округе? Я чувствую, здесь где-то была эта мразь. Так и есть. Так и... О, вот, сука. Так и есть. Ну, серьёзно, надо было сюда бурить. Ну, кто же знал. Капец тут нефти, мама родная. Вот бы сюда двумя буровыми подсосаться. Плюс шесть тысяч. Круто. Вот это я бизнесмен. Здравствуйте, я дрессировщик Рейдер. Забочись о лошадях, слежу за тем, чтобы они были здоровыми и готовыми к работе. Да-да. Так, счётчик. Что за счётчик? А, то есть можно будет знать, сколько у меня... Да, блин, я так что-то считать не умею. Так, размер. Более крупной повозки. Размер табуна. Да, ты что, зачем мне столько лошадей? Так, торги, да? Ну что, ребят, давайте на этом моменте, наверное, закончим. Игра кайфовая, как вы видите. Турмойл. Напишите, хотели бы вы прохождение у нас на стримах на Твиче? Ну, потому что на канал я, вряд ли, её буду записывать, но... Не, ну как бы вы напишите, может быть и на канале стоит её пройти? Я, конечно, по просмотру посмотрю, но тем не менее. В общем-то, вот была игра Турмойл. Чё могу сказать по итогу? Очень кайфовая и залипательная аркадная игра. Она очень простая, как вы видите, но офигеть какая залипательная. Именно поэтому мне она, ну, дико нравится. И сейчас и дико нравилась в своё время, когда она выходила. Плюс здесь же вышло ещё дополнение Hit is On. То есть, с поездами какими-то. То есть, пошёл научно-технический прогресс вперёд, так сказать. Ну, и вы обязательно не забывайте писать комментарии, что вы думаете про эту игрушку. Пишите своё мнение, потому что моё мнение сугубо положительная игра, офигенная. Если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. И не забывайте переходить по ссылочкам в описании. В группу ВК, в Дискорд, Сервак и на Твич-канал. Всем удачи, всем пока, ребят. Ещё увидимся, юные нефтяники.